МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Руины Ани в Западной Армении, которые включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО, зимой также не лишены огромным количеством посетителей. Они также известны под такими именами, как город мира, колыбель цивилизации, тысяча и одна церковь, город Саракаврат. Они был президенцией армянских царей династии Багратуняц в 1961 по 1045 годы. В 2019 году 129 038 туристов посетили руины Ани, из которых 3238 были иностранцами. И это великолепное место со своими уникальными архитектурными сооружениями не теряет своего великолепного вида даже зимой. Старейший город теперь покрыт белым слоем снега и продолжает удивлять всех посетителей. 18 февраля президент Республики Арцах Бакоса Акян принял министра высокотехнологичной промышленности Республики Армения Акуп Аршакяна. На встрече был обсужден ряд вопросов, связанных с развитием научных направлений в Арцахе и взаимодействием духа армянских государств в этом контексте, в котором принял участие министр экономики и производственной инфраструктуры Республики Армения Ливон Григорян, говорится в сообщении. Индия выступила с резким демаршем против Турции в связи с комментариями ее президента Раджеп Тайп Эрдогана по ситуации в Камшире, передает ПТА. МИД Индии заявил, что комментарии Эрдогана не отражают ни понимания истории, ни дипломатии и будут иметь серьезные последствия для отношений Индии с Турцией. Пресс-секретарь МИД Равиш Кумар заявил, что Индия отвергла неоднократные попытки Турции оправдать трансграничный терроризм, столь вопиющий практикуемый Пакистаном. По его словам, заявление Эрдогана искажает события прошлого, чтобы продвинуть узколобый взгляд на настоящее. Этот недавний эпизод является еще одним примером того, как Турция вмешивается во внутренние дела других стран. Индия считает это совершенно неприемлемым, отметил Кумар. Аэропорт Алеппо в Сирии готовится возобновить работу. Первый рейс из Дамаска планируется принять в среду, 19 февраля. Об этом говорится в сообщении Министерства транспорта Сирии, опубликованном на официальной странице ведомства Facebook. В ближайшие дни будут возобновлены регулярные рейсы в Дамаск и в египетскую столицу Каир. Аэропорт приостановил свою работу в 2013 году в результате боевых действий на близлежащих территориях. Расстояние между Алеппо и Дамаском составляет около 370 километров. До сирийского кризиса самолетам требовалось примерно 50 минут на перелет между пунктами. Действия турецкой стороны в отношении Вороша, находящегося в нейтральной зоне города Фомагуста, являются провокационными, заявил президент республики Кипр Никас Анастасиадис. 16 февраля на церемонии чествования епископа Фомагусты Василиоса сообщает агентство новостей Кипра. «Наверение турецкой страны открыть для туризма район Вороша, расцененной Анастасиадисом, как неприемлемой и нарушающей действующей резолюции ООН. Вчера мы стали свидетелями неприемлемой ситуации, неприемлемой нарушения суверенных прав республики Кипр на суше или в ее исключительно экономической зоне», — добавил он. Между тем президент заверил собравшихся в том, что правительство будет искать пути разрешения конфликта, а не станет сидеть сложа руки. Престижный журнал Forbes склассифицировал центральные города почти всех провинций Турции, включая оккупированные территории Западной Армении по удобству проживания и ведению бизнеса. Сайт турецкой газеты «Сабах» представил рейтинг, приложив фотографию к каждой панораме, к каждому городу. Константинополь занимает первое место в представленной публикации о последней на 77-м месте центре города Агри, одноименный город Агри. Однако вместо панорамы города используются панорамы Еревана. Турецкие СМИ, вероятно, смущены тем фактом, что гора Арарат видна в обоих городах. Города Западной Армении — Ван, Карс, Ардахан, Игдыр, Урфа и другие, которые в настоящее время конфискованно занимают заднюю часть рейтинговой шкалы. Это связано с низким социально-экономическим развитием городов региона. В столице Исламской республики Иран в Тегеране открылась выставка «Иранские армяне», на которой представлены образцы фотографий, скульптуры и других видов искусства. Как передает Армен Пресс, выставка проходит в галерее Мехерсан. В рамках выставки представлены работы художников армянской общины Ирана, эстампы, фотографии скульптуры, а также произведения выдающихся музыкантов и представителей исполнительного искусства армянской общины и их роль в деле развития иранской культуры. В пятницу на открытии выставки присутствовали чрезвычайный полномочный посол Республики Армении Вэри, Арташе Стуманян, глава армянской гипархии Тегерана, его пресс-священство, архиепископ Сепух Саркисян, епископ Вазген Мирзаханян, директор Музыкального музея Ирана Али Муртахани и представитель Союза художников Ирана Маджид Раджаби Маймар. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию ху-вэш сиртым сасаным. Музыка. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok